День с толком В студии Елена Кузовкина Здравствуйте, смотрите выпуски Почти две недели Девять могил на кладбище в Обласихе Не были закопаны В чем причина и что ждет виновных Как заниматься предпринимательством Сегодня расскажут в рамках масштабного форума Мой бизнес Первый и последний раз в этом году В Барнауле при полном аншлаге Запустили пешеходный фонтан На муниципальном кладбище села Власиха Почти две недели Не закапывали несколько могил Об этом сообщил смотритель территории Также он пояснил, что в ожидании погребения Люди, у которых не было родственников Следственный комитет края начал проверку Как утверждает руководство Кладбища сломался трактор Которым, собственно, и закапывали могилы Однако открытым остается вопрос Если отказала техника Нельзя ли было использовать ручной труд Почему ответственные лица так халатно Отнеслись к своей работе Предстоит выяснить правоохранителям Могила должна закопана незамедлительно После привоза гроба Это финансовый вопрос За ручную копку Им надо сейчас, потому что после газеты Вышла газета Им надо платить деньги за закопку Платить они не хотят Кстати, как сообщил нам смотритель Уже сегодня утром могилы были закопаны С проверкой здесь были представители Городского комитета по управлению муниципальной собственностью Сотрудники кладбища утверждают Что незакопанный могил Это не единственная проблема А лишь верхушка айсберга Подробнее расскажем в вечернем выпуске новостей А пока к другим темам Решили не протестовать На площадь свободы накануне На массовый митинг Собирались выйти учителя Барнаульских музыкальных школ Их требования повысить оплату труда Поддержали профсоюзы края Почему педагоги все же решили Повременить с протестами Что им пообещали власти Расскажем далее Александр Крутеев преподает классическую гитару В музыкальной школе Четыре дня в неделю Две с половиной ставки В остальное время вынужден подрабатывать Ремонтирует ксероксы На вопрос почему Ответ простая арифметика Ставка в школе сейчас у нас 6000 рублей Ее доплачивают до МРОТа Получается там 11 с копейками Я просто про остальные копейки не говорю Если я работаю получается на одну ставку Я получаю МРОТ Если я работаю на две ставки Я получаю на 1000 рублей больше Потому что Когда есть одна ставка Доплачивают до МРОТа А когда две ставки МРОТ уже есть И они доплачивают Доплаты с 6 с небольшим тысяч дом РОТ Это так называемые стимулирующие выплаты Но они уверяют педагоги Ситуацию в целом не спасает Суммы скачут А выплачивают их нерегулярно Причем никто не говорил Как это работает Сколько денег поступает в школу Мы тоже представления не имеем То есть нам дают какие-то куски Когда они дадут Когда это будет Когда не будет Никто не предупреждает И причем это дается с таким пахосом Что нас же еще вроде как облагодетельствовали Не надо мне давать премии Не надо мне давать стимулирующие Вы у меня ставку поднимите В этом году городская администрация Впервые с 2013 года Ставку подняла Но всего на 4 с небольшим процента Чем лишь вызвала гнев преподавателей И обеспокоенность профсоюзов Именно с этим требованием Поднять базовую ставку С 6 с небольшим тысяч хотя бы до МРОТ Планировали сегодня выйти педагоги на пикет Пикет должен был пройти в Барнауле Сегодня вот здесь на площади Свободы Но работники доп. образования и профсоюзы Все-таки решили, что главное не провести сам пикет А добиться результата И постановили дать городским властям Еще немного времени По словам Ларисы Зориной Главного профсоюзного работника от культуры Буквально на днях провели ряд совещаний С руководством городской администрации Сообща решили базовую ставку оплаты труда Поднять до МРОТ Используя при этом средства Которые сейчас идут на дополнительные И нерегулярные выплаты Мы договорились о том, что сейчас Комитет по культуре и Комитет по финансам Города Барнаула проведут некую, так сказать, ревизию Бюджетных средств Тех средств, которые как бы сейчас даются От случая к случаю Возможность и включение Именно фонд оплаты труда И приведение к стабильной системе Все расчеты городские чиновники Должны завершить до конца октября По словам Зориной, профсоюзы настаивают, чтобы оплата труда выросла уже Начиная с 1 января следующего года Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком Почти тысячи предпринимателей со всего края Собрались на форуме «Мой бизнес» В числе участников уже состоявшиеся бизнесмены И только начинающие свое дело Для них проведут бизнес-игры Прочитают лекции Среди спикеров не только барнаульские эксперты Но и востребованные маркетологи страны Наша большая масштабная миссия Это донести людям Нашей целевой аудитории Что есть предпринимательство Как им заниматься И дать для этого финансовые подсказки Подсказки по маркетингу И прочие инструменты Чтобы людям это было делать легко Легко ли развивать бизнес в Алтайском крае Расскажем в нашем ближайшем выпуске В Барнауле появился фонтан По которому можно ходить Более того, он для этого предназначен В индустриальном районе провели пробный запуск Особого пешеходного фонтана с подсветкой Прогулялся под разноцветными струями Наш корреспондент Илья Кочетков Зеленый, красный, синий И струи воды под 2 метра Сквер на улице Панфиловцев Всегда был любимым местом для прогулок горожан Но так шумно и весело Здесь, пожалуй, не было давно Место для фонтана выбрано не случайно Когда-то здесь уже был фонтан Правда, без вот такой разноцветной подсветки Долгие годы он стоял в запустении И вот, наконец, новое рождение Благоустроили именно это место благодаря активности горожан За сквер на Панфиловцев проголосовало почти 10 тысяч человек В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Все работы обошлись федеральному, краевому и городскому бюджетам В 22 с лишним миллиона рублей На фонтан ушло 8 По словам подрядчиков, конструкция надежная и предельно антивандальная Система очистки воды спасет трубы от мусора А сама поверхность очень прочная Решетки тоже смонтированы так, что их невозможно украсть Ну а человеческий фактор – это, как сказать, можно разбить бутылку Заехать на автомобиле, прокатиться, как говорится, на мотоцикле Это, конечно, от этого никто не застрахован Но на это все предусмотрена нагрузка этого фонтана Что даже при полном загруженности детей Хоть до тысячи человек, где репетишек, он готов принять Что же, до самих барнаульцев, кроме восторгов, мы от них ничего не услышали Для нашего города, конечно, это супер На самом деле Для детей будет восторг летом, следующим не вытащим их с фонтана Круто Этот фонтан летом будет Правда, мы отсюда не вытащимся От этого фонтана Мы будем по нему бегать, бегать и все К сожалению, для многих это первый и последний запуск фонтана в текущем году Проверив, что все работает как нужно Подрядчики планируют до конца месяца закончить благоустройство сквера Уложить плитку и подготовить фонтан к зимовке В следующий раз его запустят уже в первые теплые весенние дни следующего года Конечно, если за зиму он останется целым и невредимым Илья Кчетков, Алексей Фризин, День с толком Это событие тоже из ряда приятных Мальчишки счастливые и уже гоняют мяч по новенькому зеленому газону Вместо затертого паласа на стадионе спортивной футбольной школы «Динамо» Газон уложили раньше срока, а ждали его здесь давно, почти 4 года А на этом поле не разрешали проводить соревнования всероссийского уровня Теперь, по словам руководства детской спортшколы, главное, чтобы швы на газоне не разошлись Хотя срок его эксплуатации довольно большой Все, кто его застилал, сказали 6-8 лет при хорошей эксплуатации Но это при хорошей, я думаю, мы будем стремиться к этому И относиться к нему как к родному, потому что знаем, что это нам повезло Везение случилось благодаря средствам федерального проекта «Спорт. Норма жизни» Укладывали рулоны из полиэтиленового волокна за счет краевой адресной инвестиционной программы Теперь полю необходима еще заградительная сетка Оставляет желать лучшего освещения Также нужно приобрести новые ворота и сидения для зрителей Руководство детской спортшколы, а здесь занимаются почти 500 человек Надеется, что все эти вопросы удастся разрешить уже в ближайшее время Ведь даже на тренировках на старом газоне удалось воспитать таких звезд, как Александр Ерохин и Александр Соболев, которые играют за сборную страны А между тем на Алтае прошел первый в мире чемпионат по плаванию в Соленом озере Провели его белые медведи, это знаменитые алтайские моржи во главе с Александром Зеленецким На соревнования в Яровое приехали пловцы из восьми регионов страны По итогу всех заплывов победила команда Алтайского края Надо отметить, что сейчас вода в озере всего 8-9 градусов Ну а между заплывами участники устроили флешмоб Коллективно читали газету «Комсомольская правда» Естественно, на воде На сегодня это все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Валар» До встречи